добрый день друзья дайте обратную связь как меня слышно приветствую всех вас в этот воскресный вечер или день у кого-то вечер у кого-то день у кого-то может утро хорошо замечательно я думаю меня всем слышно обратная связь есть да отлично меня зовут любовь долгая и сегодня буду с вами я впереди у нас новый год у кого уже новогоднее настроение поставьте пятерочки или по пятибалльной шкале если вообще новогодние то 555 только есть такое да друзья и вот это новогоднее настроение мы можем передать мы можем передать нашим так минутку я из и вот это новогоднее настроение мы можем передать нашим друзьям знакомым да и в принципе незнакомым людям мы можем передать это все при помощи музыкальных, вирусных открыток. Зачем нам нужны эти открытки? При помощи этих открыток, это такой бесплатный метод продвижения, вы можете направить большой поток людей на ваши ресурсы. Вообще просто огромный поток людей. И мы с завтрашнего дня, завтра в 15 часов мы встречаемся, с завтрашнего дня я начинаю курс по созданию музыкальных открыток. Он у нас будет такой вот трехдневный, небольшой курс, но мы создадим очень-очень красивые открытки. Ну а сегодня вы познакомитесь, на каких инструментах они создаются. Вообще увидите, ну, возможности этих инструментов, хотя, скорее всего, за один, одно занятие это просто невозможно. Итак, друзья, с помощью музыкальных открыток мы направляем поток людей на наши ресурсы, на любые наши ресурсы. Будь то группа какая-то в социальных сетях, будь то ваши сайты, блоги, а на сайтах, на блогах у вас стоит форма подписки, и человек, когда уже зашел, он познакомился с вами и подписался. Или это какие-то продающие страницы, или это страницы захвата, то есть, неважно, но вот именно при помощи музыкальных открыток мы можем пополнять всегда свою подписную базу. И это бесплатный метод привлечения. И, конечно же, чтобы люди передавали эту открытку, чтобы она была такая, вот знаете, вирусная эта открытка, нужно что-то такое интересное придумать, чтобы людям было интересно, необычно, и чтобы действительно вызывала эта открытка восторг, чтобы действительно они её смогли передать друг дружке. И когда вот такая открытка какая-то необычная, то каждый получатель проникается идеей передать её максимально быстро и максимально большему количеству людей. Вы не волнуйтесь, вам самому ничего необычного придумывать не надо, потому что мы живём в такое время, что в интернет сейчас всего полно, всего очень-очень много. Нам только надо взять вот то, что уже другие создали и применить это всё для себя. Открытка вообще решает несколько задач, сообщение будет прочитано, открыто, она будет использована для поздравления близких и знакомых, особенно такие открытки с Новым годом, они очень хорошо их люди сохраняют и используют дальше для поздравлений. В итоге она распространяется без вашего участия уже дальше. Ну и, конечно же, вы проявите заботу о человеке, а значит, заслужили более доверительные отношения. Ну и ещё скажу, что у нас для наших клиентов и партнёров есть такая специальная программка, которой можно давать рекламу, можно давать рекламу во всевозможные группы, в Facebook и ВКонтакте, и мы со своими клиентами этой программкой поделимся. И вы знаете, если я всегда очень сильно против спама, против того, чтобы где-то в группах писать какие-то свои ссылки, я всегда против этого, то вот Новый год – это и есть то время, и именно при помощи открыток, это не значит, что впереди Новый год, и сейчас мы будем раздавать всем спам, да, вот. Но именно при помощи открыток, при помощи открыток, друзья, мы с вами и можем привлечь внимание к нашей рекламе. Да, вот Ольга пишет, что в интернете на холодном рынке не хватает доверительных отношений. Правильно. А вот именно с открыточек здесь мы и с открытками выстраиваем дополнительные такие доверительные отношения. И этим, друзья, надо пользоваться, потому что если вы сейчас дадите рекламу во все группы, кому-то на странице, где-то на аккаунты, и это будет именно поздравление с Новым годом, то вас вообще никто не отругает, наоборот, люди скажут вам спасибо, 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 и надо начинать это делать прямо вот уже сейчас, прямо вот уже завтра. И рекомендации. Вы знаете, самое тяжелое лично для меня, в интернете настолько много всего интересного, такого интересного-интересного, я сегодня вам покажу, да, вот, что просто тяжело остановиться в какой-то момент. И открытка красивая, хорошая, она не должна быть очень сильно загружена, эта открыточка. Она должна быть, знаете, такая простая, не перегружена, тогда она будет очень хорошо работать. Открытку мы посылаем заблаговременно, и это гарантирует большее количество просмотров. Причем, друзья, у вас, вот, есть возможность, знаете, включить фантазию и просто неограниченно что-то такое придумывать. Например, если вы хотите, чтобы ваша открытка с вашей ссылкой на какой-то ваш ресурс хранилась как можно дольше, вы можете даже найти какие-то новогодние рецепты или украшения, блюд новогодние, и вот, разместить это все на открыточку. И такую открытку отправлять. То есть, без проблем. У нас конструктор безлимитный, и вы можете это делать сколько угодно, сколько хотите, можете делать открыток. В самые популярные дни за один-два дня до праздника и в сам день праздника. Ну, а вообще, Новый год, 8 марта, вот такие дни, это исключение, может быть, 14 февраля, чуть раньше можно отправлять. Но на Новый год можно отправлять и за 15 дней начать отправлять открытки, начать ими делиться в социальных сетях. Конечно же, в открытке должны быть какие-то переходы. Например, вы можете написать «жми здесь» или вот как здесь, сердечко такое, «выбери меня». Или можете поставить какой-то подарок. И классно, если этот подарок будет прыгать как-то, вот что-то, как-то на себя обращать внимание. То есть, это должно быть заметно. И в результате вирусной открытки вы можете за 3-5 дней набрать от 300 новых подписчиков. У нас даже есть результаты, когда открытку за один день просмотрело более 4 тысяч человек. Представляете? Более 4 тысячи человек они передавали эту открыточку друг другу. Ну и, конечно, всё не ограничивается только Новым Годом, потому что Новый Год пройдёт и ещё будет Рождество, и Старый Новый Год, и Крещение можно делать, открытки, и 8 марта, 14 февраля, и мужчин поздравлять с праздниками и так далее. Ну, кроме этих таких нам известных праздников, друзья, ещё масса есть всевозможных праздников. И День Медика, и День Учителя, и так далее. Но можно сделать, вернее, нужно, нужно хотя бы дополнительно к основным таким праздничным открыткам рекомендую сделать обязательно открытки с Днём Рождения. Причём желательно сделать с Днём Рождения, чтобы это была открытка для мужчин и для женщин. Отдельные такие открытки. И вот вы набираете, например, друзей в социальных сетях ВКонтакте. Сейчас есть масса всевозможных таких программ, которые помогают нам набирать этих друзей. У меня, вот смотрите, на своём таком живом примере расскажу. у меня на аккаунтах ВКонтакте более 25 тысяч друзей. Представляете? И как вы думаете, я каждый день захожу в какой-то аккаунт и я вижу, что там у того-то день рождения, у того-то день рождения, у того-то день рождения. Сделайте открытку с Днём Рождения мужчине, с Днём Рождения женщине, поставьте туда какую-то ссылочку и у вас каждый день будут приходить потенциальные кандидаты, клиенты или партнёры. Вот в принципе даже таких открыток, как С Днём Рождения, две для мужчины и для женщины, вам будет достаточно для того, чтобы вы без затрат, без затрат пополняли список потенциальных кандидатов. Итак, друзья, как же создать открытку с Новым Годом, как создать. Сейчас я чуть позже покажу, давайте я немножко ещё пройдусь. Вот пять вирусных компаний, которые вам принесут деньги, где можно публиковать эту открытку. Мы можем публиковать открытку с Днём Рождения или с Праздником другу на его стене в профиле. Вот любую другую ссылку мы не разместим. А ссылку на открытку как раз и можно это сделать. Дальше. Отправка открытки в личных сообщениях друзьям по случаю. Публикация на своей стене. Вот сейчас создам открытку с Новым Годом и пойду опубликую у себя на своей стене в соцсетях. Создание мероприятия. Можно создать мероприятие, назвать там с Новым Годом, туда разместить свои открытки, люди будут заходить или просто с праздником или назвать мероприятие поздравления с праздниками, поздравленки. Туда разместить свои открытки, люди будут заходить и брать ссылки на ваши открытки и опять же отправлять. И публикация открыток на стене групп. То есть вот вы видите сколько возможностей нам дают открытки. Но и это еще не все. Я добавлю возможность, знаете, ту такую самую, может быть, главную для новичков в интернете. Вот когда к вам в социальной сети добавляются в друзья, что большинство из нас делает? Мы пытаемся как-то вступить в контакт. Вот правильно? Кто пытается что-то написать или вам пишут или вы пытаетесь написать о своей компании. Поставьте плюсики, если такое есть. Или вам пишут или вы пишите о своей компании. Вот да. Вижу Ольга, остальные. Вот 13 009 Вот хорошо. Кто-то зашел под таким интересным наверное это пароль был, да. Вот и смотрите, что люди делают. Люди когда добавляются в друзья пишут а у меня самая лучшая компания а вы создайте еще одну открытку спасибо за дружбу и все и возьмите сделайте такую текстовочку спасибо за то, что вы добавились ко мне в друзья и вот вам открытка да, спасибо за дружбу раз и вы ее человеку отправляете и он посмотрел эту открытку и так косвенно с этой открытки перешел например на видео с вашей презентации или на страницу захвата или на страницу регистрации или на страницу там где у вас какое-то мероприятие в социальной сети создано ну то есть не важно куда но вы ему не в лоб сказали эй слушай ну посмотри вот у меня какой бизнес классный какое у меня там все классное а вы просто человека дали посмотреть открытку да и его переправила после этого после этого на какое-то ваше мероприятие итак мы друзья находим в skype мы находим вконтакте в фейсбук в одноклассниках и поздравляем друзей каждого на стене теперь я включаю рабочий стол и мы с вами сегодня постараюсь очень быстро это сделать и мы с вами сегодня друзья так включаю рабочий стол сделаем такую знаете самую самую простую открытку самую простую открытку я не буду начинать с того что не буду начинать с того как как купить доменное имя как установить wordpress как установить плагин который специально нам дается для создания одностраничных сайтов для создания вот таких вот открыток вообще друзья открытка это тот же самый одностраничный сайт просто поздравительный вот дается такой плагин для наших клиентов и партнеров я нажимаю на этот плагин и вы можете сделать ну просто без огромнейшее количество открыток просто вот знаете вы не ограничены сколько хотите сколько у вас места на хостинге хватит столько и делайте вот у меня допустим мы вчера делали открытку для вернее страницу захвата для наших партнеров новичков которые вот только только еще пришли и возможно сами не могут сделать видите вот здесь такая страничка захвата по созданию видео открыток с использованием вирусного эффекта вот здесь будет вот тот небольшой курс который мы завтра начинаем он будет небольшой он будет без воды но он будет очень качественный и видите вот встроен такой картинки меняют друг дружку забыла как называется вот вот такая вот одна из страничек можете написать кому понравилось вот одна такая страничка итак для того чтобы мы с вами начали создавать свою открытку да слайдер да спасибо Татьяна я вижу что вам видно для того чтобы мы начали создавать свою открытку мы нажимаем вот на эту кнопочку создать лендинг пейдж называется и когда мы нажали на эту кнопочку вы видите что здесь уже идут готовые шаблоны здесь конечно шаблонов открыток нету здесь есть шаблоны страниц захвата вот текстовые да есть шаблоны страниц захвата видео можно поставить таймер обратной связи есть шаблоны страниц захвата которые два шага есть вот такие странички ну то есть масса 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 здесь страниц захвата Ну, давайте мы с вами можем выбрать или какую-то из этих страничек, какой-то шаблон, или можем вообще без шаблона даже. Можем абсолютно без шаблона. Для этого мы просто нажимаем на эту зеленую кнопочку. Вот нажали на зеленую кнопку и у нас появилась вот такая страничка. Она у нас без шаблона. Что мы, друзья, можем сделать? Ну, во-первых, мы можем на нашем основном фоне, да, вы видите, вот это вот основной фон, разместить какой-то свой определенный фон. Вот здесь вот разместить фон. Можем вот здесь вот разместить фон. Можем два фона разместить и здесь, и здесь. Ну, давайте попробуем. Я уже загрузила какие-то картинки, какие-то картинки новогодние. Специально загрузила на сайт. Этих сайтов, они есть, мы вам ссылки дадим. Зачем я сделала, зачем я загрузила на сайт, где можно хранить картинки? Для того, чтобы у меня на моем конструкторе было больше места. Для того, чтобы не загружать мой конструктор. Вот таким образом сделала. Ну, давайте мы с вами что сделаем? Давайте мы с вами, например, ну, сделаем вот так вот. Вот я беру вот такой фон, нажимаю копировать и иду в наш конструктор. Нажимаю на шестеренку. Выскакивает у нас страничка. И вот внизу, внизу написано картинку. Можно установить картинку. И я ставлю картинку. Но она у нас как-то, видите, вот так вот стала не очень, не очень хорошо. Давайте для этого, для того, чтобы полностью весь фон закрыть, я выбираю... Давайте я переведу на русский язык, чтобы вам было понятнее. Попробую. Не в каждом браузере переводится. У меня какой-то браузер переводит, какой-то нет. О, настройка страницы. Видите, перевелось. Итак, настройка страницы. Нажала настройка страницы. И вот мы выбираем изображение на заднем плане, называется. Вот я выбрала изображение на заднем плане. Теперь фон, стиль, изображение. Я нажимаю кафельная плитка. Или еще по-русски в других, может быть, конструкторах где-то. Это называется замостить. Вот вы увидели, что я выбрала за кафельная плитка, да? И вот, пожалуйста, у нас вот такой фон есть. Такой фон красивый. Вот с этим фоном мы что можем сделать? Это у нас такая заготовочка, это у нас такая основа. Во-первых, мы его можем сделать прозрачным. Как это делается? Нажимаем цвет фона, ставим галочку, и он у нас прозрачный. Видите? И здесь уже сверху мы можем какие-то картинки ставить. Я пока прозрачность уберу, чтобы было удобней ориентироваться. Ну, давайте еще посмотрим, что мы с вами можем сделать. Что здесь у нас есть в конструкторе. Вот смотрите, здесь есть... Так, это не... Ага, распорка написано. Распорка потом. Здесь есть колонны. Колонны. Вот мы можем выбрать колонны или можем выбрать элемент один. Вот он. Это широкий элемент. Можно в него еще поставить уже элемент. А вот это элемент, широкий бокс сверху. Он, знаете, он на всю-всю-всю, на весь фон. Вот сейчас делают часто такие страницы захвата, кусочек такого фона, потом ниже еще один фон. Так вот, это делается при помощи этого широкого элемента. Но мы возьмем обычный раздел, обычный, и поставим. Так, где наш обычный раздел? Что-то он не хочет. Вот он, да? Вот. Мы можем поставить обычный раздел. Вот вы его видите. А можем, друзья, поставить... Вот взять вот эти колонны. Видите? Колонны. И когда я взяла колонну, то здесь она как бы разделена на две части. Да, вы видите. А мы можем ее разделить не на две части, а мы можем ее разделить, например, на три. Вот просто нажимаем на плюсик. Мы можем разделить ее на четыре, на восемь, на десять. Сколько вам удобно? Вот сколько вам надо? И точно так, если что-то там лишнее... Ага, у меня почему-то больше четырех не делится. Да? Не хочет больше четырех. Вот. И, друзья, если что-то лишнее, если у вас вот три колонны, а вам надо две колонки, то вы просто на минус убираете, нажимаете на минус, и получается на колонку меньше. Вот. И вот эта часть распорка, что это такое? Это, возможно, вам нужно будет где-то между... Ну, между какими-то элементами, чтобы было какое-то пространство, да? Вы ставите вот такую распорку, можете поставить. Ну, я ее пока уберу, эту распорку. Так, распорку уберу. Вот эти элементы верхние уберу. Вернее, даже не элементы уберу, а я еще на этих элементах поставлю дополнительно. Пока поставлю. Если будет лишнее, я потом уберу. Так, все, по четыре только получается, да? Ну, и давайте все-таки еще, пусть будет какая-то распорка здесь стоять. Вот так вот. Вот эти... Что оно поделено, оно, когда опубликуется, этого видно не будет совершенно. Так, я на минутку вернусь к вам. Так, просто крутая страничка притягивает сама по себе. Ага, хорошо. Так, идем дальше, идем дальше. Вот смотрите, самая простая открытка, какая она может быть? Самая простая, это мы сюда ставим с вами, вот тут, где фон, да, мы ставим сюда с вами какую-то, ну, какую-то открытку уже готовую берем и ставим открытку. Ну, например, вот я набрала просто в поисковой системе открытки 2017. У меня вышел такой вот сайт Мир Анимашек. Вот, и здесь масса всевозможных открыточек. Ну, давайте посмотрим, давайте возьмем вот этого мишку. Посмотрим, что это у нас за мишка такой. Вот. Вот такой вот мишка. Мы его можем просто... Сейчас мы его подумаем, как скачать этого мишку. Сохранить картинку как. Да? И все, и мы мишку можем с вами загрузить к нам на рабочий стол. Ну, давайте попробуем, чтобы... Просто нажму копировать урл картинки, чтобы это быстрее сделать. Чтобы не загружать сначала на рабочий стол, потом куда-то еще. Итак, я взяла урл картинки мишки. И вот нажала на вот этот вот фон. Вот, выделила. Вообще, в абсолютно каждом элементе есть вот такая шестереночка. То есть, вы абсолютно все можете отредактировать. Сюда предварительно всего наставьте и можете редактировать. Итак, нажали на эту шестереночку. И теперь мы изображение на заднем плане. Вот, ставим вот такой вот фон с этим мишкой. Вот он у меня. Так, минуточку. Сейчас мы этого мишку по центру поставим. Так, так, так. Справа, правый центр. Центр, центр. Все. Вот мишка у нас будет в центре. Так, вы не волнуйтесь, что здесь его где-то не видно. Я сейчас все это уберу. Я вам специально поставила... Маловато, конечно, мишка. Мне бы побольше какую-то картинку. Так, минуточку. Вот давайте мы с поиска, с поиска Яндекса возьмем какую-то картинку. Потому что мишка очень маленький. Я хочу показать вам, как можно потом украсить это все. Ну, какую возьмем? Ну, давайте возьмем вот эту. Это большая, наверное, будет. Так, сейчас... Сейчас минутку мы определимся. Столько много, видите? Все это бесплатно. Все это вы можете брать и... Вот какая красивая машинка. Давайте вот так вот возьмем. Что-то качество не очень. Так. Найти, открыть. Так, сейчас мы мишку поменяем на другую. Вот. Так, нормальный. Будет пускай центр-центр. Сейчас, минуточку, друзья. Мишка у меня не убрался. Ему тут понравилось, очевидно. Вот. Все. Мишка ушел. Вот. Появилась наша картинка. Ну, вот так вот. Сейчас я это все сделаю на прозрачном фоне. Минуточку. Вот. Все это уберу. Я специально вам, вам показать. Так, да. Ну, и это мы тоже можем сделать. Здесь прозрачный фон. Но я пока не буду делать прозрачный фон. Я просто меньше сделаю вот это изображение. Вот смотрите. Видите, что здесь у нас получилось. Есть у нас фон и есть у нас какая-то картинка. Вы можете поставить гиф-анимацию. Вы можете еще вот эту картинку, вот эту картинку, как-то дополнительно украсить. Например, берете элемент картинка, вот поставили сюда, я не зря поделила на такие квадратики. Поставили вот сюда этот элемент картинка. И нашли, например, то ли звездочку какую-то, то ли цветочек, то ли, ну, вот что-то такое интересное, что мы можем найти. Давайте игрушку вот эту. Большущая, конечно, игрушка. Ну, вот я украшала таким образом. Нашла эти. Так, нажимаю на эту картинку. Нажимаю на шестереночку. И вот, смотрите. То есть, получается, что вы эту картинку можете украсить всевозможными, даже не просто еще картинками, а какими-то гиф-анимациями. Они будут там качаться, они будут мигать, они будут что-то делать. Я вот вам сегодня просто не то, что говорю о том, что мы с вами делаем красивую-красивую открытку. А я вам сегодня хочу показать вообще идею, каким образом можно эту открытку еще украсить. Вот с этим понятно, да? Потом вы берете и вот здесь можете какую-то картинку поставить. Например, я могу набрать не открытка, а, так, звездочка и гиф. Звездочка, гиф на прозрачном фоне. Вот смотрите, сколько. Вот такие большие игрушки, конечно, туда не подойдут. А вот какая-то звездочка, какая-то... Вот смотрите, как классно. Я беру, копировать адрес изображения. Ну, лучший вариант это не копировать адрес, а загрузить ее куда-то. Теперь нажимаю на шестереночку. Ставлю нашу звездочку. Смотрите. Увидели, что вот звездочка. И вот так вот можно тут... Можно справа-слева поставить каких-то девочек, если эта открытка у вас будет большая, да? Можно... Ну, вот все. То есть вы берете один фон, берете второй фон. Второй фон вы берете уже побольше такой. Это у меня маленькая машинка с елкой, да? Его надо брать побольше, чтобы было где развернуться. И уже берете... Берете и этот фон весь украшаете. То есть сюда можно добавить и текст, а мы с вами научимся делать текст не лишь бы какой, не лишь бы какой, а мы с вами научимся делать текст, который будет блестеть, который будет красивейший просто. И тоже поставим все это на открытку. Так, возвращаюсь к вам. Да, вот Ольга написала супер-возможности. Скажите, вам видно вот то, что я показываю? Вот дайте мне обратную связь. Дайте обратную связь. Да, хорошо, хорошо. То есть это сегодня как такие, да, небольшие идеи, что вообще есть и что можно сделать. Итак, теперь я хочу убрать вот эту, друзья, картинку. Хочу убрать эту картинку, которая у нас... Так, изображение на заднем плане. Давайте мы еще с вами что-то посмотрим. Хочу вам показать вот такой сайт. Я его знаю уже очень давно, очень-очень давно, и мне он очень нравится. И вот вы здесь можете на нем походить, набрать флэш. Конечно, надо поискать. Ну, здесь очень много всевозможных флэш-анимаций. Вот смотрите. Такой. Вам, возможно, не слышно, да? Слышно, да? Ну вот, Деда Мороза танцует. Потом, здесь, если набрать, вот в поиске набрать, до Нового года осталось. Тоже очень классно, замечательно работает. Сейчас я себе ссылку уже где-то... Вот. До Нового года осталось. До Нового года осталось. Раз. Набираем. Вот. И вы можете просто понажимать и посмотреть. Это счетчики обратного отсчета. Видите, какие классные счетчики обратного отсчета. То есть, ставите какую-то красивую картинку, какой-то красивый фон. Так, я убрала, у меня получилось вообще фона нету, да? Давайте я поставлю внутрь вот такой. Что у меня здесь розовый, а внутрь серый поставлю. Туда-не туда поставила. Сейчас, минуточку. Вот так. Все, да? Поставила вот такой внутрь серенький. Теперь мы можем куда-то поставить счетчик обратного отсчета. Ну, например, если у нас здесь будут какие-то картинки стоять, то чуть ниже вы берете, опять же, элемент картинка. Я его выделяю, нажимаю и вот ставлю ссылку. Так, это не та ссылка. Минуточку. И ставлю ссылку, ну, например, вот на такой счетчик обратного отсчета. Его можно как ссылкой поставить, точно так можно и HTML-кодом поставить. Ну, давайте, давайте я поставлю. Так, у меня здесь, вот я приготовила немножко другой счетчик. Опа, не захотел. Так, не захотел. Сейчас мы его поставим. Сейчас мы его поставим HTML-кодом, значит. Ну, я хотела не его, а хотела другой немножко. Сейчас, минутку, друзья. Вот. Так, сейчас мы поставим HTML-код. Вот HTML-код, когда наводите, так и написано HTML-код. И ставите HTML-код. Когда вы ставите этот элемент, он у нас такой получается немножко маленький, я вам рекомендую его расширить, увеличить этот элемент. То есть, по всей ширине сделайте немножко по длине. То есть, примерно, примерно по размеру картинки, чтобы он у вас там нигде не терялся, нигде меньше не становился. И вот я сейчас нажимаю на элемент HTML-код и ставлю этот элемент. Ставлю этот элемент. И когда я это все сохраню и нажму посмотреть... Сейчас посмотрим. Вот. Вы видите, да? Смотрите, как классно. Можно в самый верх вот это поставить. И до Нового года осталось... Здесь, конечно, пошире надо сделать нам эту открытку. Ну, опять же, я повторюсь, что я сегодня как раз не претендую на красоту, а показываю, что можно сделать. Что можно это все поделить как-то на такие элементы. Вы ставите вверху, до Нового года осталось, да? Заходите на этот сайт. Здесь можно красоты кучу просто набрать. И вот выбираете какие-то... Оно еще и с музыкой включается, что очень удобно, да? Вот вы видите, до Нового года осталось. И дальше пошли уже работать. Давайте еще раз сохраню. И мы с вами посмотрим. Вот. Вот такая, пожалуйста, открыточка. Так, ну что еще у нас есть интересного? Значит, еще у нас есть интересные скрипты. Вот есть сайт. И мы можем отсюда взять какие-то скрипты. Или елка мерцающая. Или еловая ветка. Или вот мне нравятся вот эти вверху, эти гирлянды. Они очень классно тоже работают. И когда по ним мышкой наводишь, то они звук такой приятный издают. Вот, можно взять, ну, не знаю, давайте возьмем этот скрипт еловая ветка. Вот мы ее копируем. Или можно какие-то летящие снежинки. Мелкий снежок, да? Синие снежинки. Давайте попробуем синие снежинки. Вот, например, у нас вот здесь, вы помните, что мы это все поделили. Не забывайте, что под низом у нас должна стоять красивая картинка. Это я вам как пример просто показываю. И вот мы сюда с вами ставим этот скрипт. Сейчас посмотрим, будет ли у нас он работать. Ой, так, минутку, я не сохранила. Не знаю, будет ли два скрипта работать. О, да, смотрите. Летающие снежинки, видите? Такие голубенькие летающие снежинки. Все работает. И этот работает, счетчик идет, и снежинки летят. Вот, вот такая у нас получается открыточка. Ну, еще посмотрю, пройдусь, что здесь еще интересного. Да, хочется сказать по поводу того, что видеофон. Знаете, не делайте такое масло масляное. Сейчас я лишнее это все поубираю, наверное. Почему? Потому что если у вас вот здесь стоит видео, то еще ставить видеофон, это уже будет, ну, очень много чего. То есть нежелательно так делать. Если у вас здесь стоит видео, некоторые делают вот видеофон, видеофон, и прямо на этот видеофон ставят еще дополнительно видео. И, друзья, конечно же, не забываем, что мы можем абсолютно каждый наш элемент, абсолютно каждый наш элемент, мы его можем выделить. Так, минутку. мы его можем выделить. Вот эти красивости я дам вам в бонусах. Вот, если я еще сюда поставлю, например, картиночку такую. Вот такая картиночка, да? Вы видите. Можно взять и сказать там, посмотри, что там в варежке. Смотрите, я нажимаю на шестеренку, нажимаю на шестеренку, и вот здесь, так, это наша картинка, изображение идет, и вот здесь вы видите, написано «дисплей анимации». И в переводе «не один» это значит без анимации, да? Вот поставьте анимации, вообще люди платят определенные деньги за плагины эти. Вы можете анимацию прям, ну, знаете, если сама картинка не шевелится, то хоть на все картинки, хоть на все тексты ставьте эту анимацию. Давайте я ее сохраню, и опять же посмотрим, что у нас будет. вот смотрите, да? Вы увидели два раза, как эта варежка сделала такой оборот. Оп-оп, да? Вот, пожалуйста. Можно, чтобы она справа, можно она, чтобы слева. Можете, если вы текст пишете, ну, там, какое-то стихотворение написали, мы с вами научимся, как ставить красивые текстовки, не просто шрифт, да, а именно, чтобы они блестели, мигали, все это будет у нас завтра уже, на нашем уроке все это сделаем. И, друзья, вот обязательно ставьте, чтобы обращали внимание на ваши подарки. Вот здесь, конечно, можно поставить какой-то подарочек, поставить подарочек, или как-то обыграть эти варежки, написать, заглянишь, что тебя там ждет под варежкой, под этой, или под той, или еще что-то. И давайте мы еще с вами, знаете что? Давайте. Я еще сегодня нашла, так, еще сегодня нашла такие, интересный такой сайт, где просто можно взять HTML-код, и здесь есть такие, знаете, типа как игра. Вот надо сначала нажать на Деда Мороза, и он куда-то поехал, этот Дед Мороз. Сейчас я, если нам повезет, мы сразу же поставим этого Деда Мороза, найдем такую, одну из флэш. флэш. Так. Вот видите здесь, давай поженимся, с днем свадьбы, семейное гнездышко, ну, абсолютно все. Так, где мой Новый год? Потерялся. Такие готовые флэш-открыточки, но если вы их просто так пошлете, эту открыточку, то, ну, люди к вам на сайт не перейдут. А если вы пошлете, ее поставите в конструктор, так, потеряла я Деда Мороза, но я увидела здесь несколько открыток, которые, знаете, в форме игры, надо что-то нажать, и она начинает работать. Там прям написано, дается, причем, готовый код. Сейчас посмотрим, может быть, вот это такая же открытка. Дается готовый код, вот код для вставки. Так, это реклама, реклама, реклама. Вот сейчас она подгрузится, мы посмотрим, что здесь. просто красивая открытка. Просто красивая открытка. Ну, я сегодня три или четыре видела вот таких открыток, где написано, нажми на Деда Мороза, и Дед Мороз уехал, в общем, и все, и такая вот, знаете, очень-очень веселая открытка. Но вы вот с вот таких флеш-открыток, вы можете собрать такую, знаете, большую-большую, красивую открытку. Все, друзья, на сегодняшний день я вас познакомила, да, еще, еще здесь у нас есть, здесь у нас есть видео, видео, так, минуточку, вот видео. Вы можете ставить плеер, видео плеер. Это один видео плеер, я его сейчас удалю, и покажу вам другой видео плеер, потому что многие специально покупают для своих открыток какие-то плееры, нам не надо покупать. Вот мы нажимаем на вот эту белую кнопку элементы и находим бокс видео. Берем бокс видео. Вот. И, друзья, вот этот бокс видео здесь, здесь. Вот видите, если я тяну вот здесь внизу, то мы можем настроить, мы можем настроить вот такой элемент видео с любым цветом. Вот не надо покупать какие-то флеш-плееры, чтобы это все настроить, а вы просто берете здесь, нажимаете на шестереночку, да, и уже выбираете, выбираете границы, вот, выбираете цвет, который вам больше по душе, который вам нравится. Это граница плеера. И вот здесь можете поставить, например, пятерочку, да, вот, увидели. Видите, у меня сама открытка розовая, и границу плеера я сделала розовую. Можно даже настроить каждую вверх-вниз, вот правая граница, верхняя, нижняя, отдельно можно настроить, но мы не будем этого делать, это уж вообще такой, вот, потом фон-видео, фон-видео, включить, так, фон-видео, это не то я хотела, сейчас, цвет, цвет фона, минуточку, это может быть, на картинке, вот это видео, это может быть, вот, смотрите, да, то есть, вы делаете встроенный, красивый плеер, и когда вы поставите здесь с канала YouTube поставите видео, видео, и сделаете такую превьюшку красивую, у вас будут просто потрясающе выглядеть ваши картинки, просто потрясающе, так, Дед Мороз решил проявить себя, и так, друзья, я на этом сегодня буду заканчивать, я вас с конструктором немножко познакомила, насколько это возможно, здесь есть готовые такие боксы, бокс текста, есть бокс текста видео, да, есть бокс продукта, тоже очень интересная вещь, вы понажимаете, посмотрите, что это такое, мне вообще вот эти элементы очень нравятся, вот, есть готовые уже, когда внизу сюда нажмем, да, есть готовые стрелочки всевозможные, смотрите, здесь карты, чем расплачиваться, купить сейчас другие, ну, то есть масса-масса графики уже вставлено сюда, уже готовая графика, и вот такой вот, пожалуйста, безлимитный конструктор, я возвращаюсь к вам, да, ссылки на сайты дам, обязательно ссылки на сайты дам, вот, у меня еще там ссылочек, наверное, 20 всевозможных припасено, но давайте мы, друзья, с вами будем заканчивать, потому что в эти ближайших три дня, завтра, послезавтра и среда, я вам не только ссылки дам, я вам еще дам и программы, так, минутку, это не то, мы с вами будем разбирать определенные программки, которые помогают нам подготовить нашу с вами открыточку, нашу с вами открытку, так, итак, друзья, обучающий курс, мы начинаем завтра в 15 часов, этот курс у нас для тех людей, кто становится нашими клиентами или партнерами, чтобы стать клиентом или партнером, это стоит 20 долларов, вы получаете программы, вы получаете вот этот получаете вот этот плагин, который я вам показала, он стоит 77 долларов, наша компания вам дает его, так, минутку, наша компания вам его дает в подарок, компания специально выкупила этот плагин для своих клиентов, партнеров, вот, вы получаете безлимитный рассылщик, вы получаете наше обучение, вы собираете свою подписную базу, у нас классная партнерская программа 90% сеть, итак, с завтрашнего дня у нас начинается курс поздравительных открыток без знаний программирования, фотошоп и HTML кодировок, простое пошаговое руководство, позволяющее уже через час даже новичку создать свой первый сайт или музыкальную открытку, вы научитесь на профессиональном уровне создавать эффективные лендинги, захватывающие дух и музыкальные открытки, в разы увеличите свою прибыль и стремительный рост своей подписной базы. Мы ориентируемся на людей с разными уровнями компьютерной подготовки, поэтому представляем вам курс адаптивный, то есть здесь все будет очень легко. И 10 причин, почему вы должны пройти этот курс. Легкая подача материала дает вам только полезные знания, понятные выражения и практические умения. Мы бережем ваше время, поэтому четкая структура курса, разбивка на короткие тематические блоки, позволяет быстро пройти весь курс и выбрать темп обучения самостоятельно. В нашем арсенале самые современные технологии и мы с радостью делимся ими с вами. Вы получите, друзья, такие ссылки очень красивых открыток, можете просто поставить эту ссылку внизу сделать подарок и человек будет и передавать и переходить на ваши ресурсы. Это буквально такая открытка делается за 5-7 минут. Вам не надо оплачивать курс, вы приобретаете только инструменты для продвижения вашего бизнеса. На этих же инструментах вы можете создать свой MLM центр, страницы захвата, страницы продающие, продающую или рекрутинговую email рассылку, и это все безлимитно. Мы знаем, как использовать все ваши накопившиеся фотографии в яркой запоминающейся открытке и мы сделаем слайд-шоу. Создание поздравительных музыкальных открыток раскрывает ваш творческий потенциал и дарит праздничное настроение вашим близким. Мы не только учим, как создавать открытки, но и даем советы по реальному получению выгоды в интернете. Мы любим свое дело, поэтому наши ученики самые лучшие музыкальные поздравления, самые душевные и завораживающие. Итак, друзья, действуйте, сейчас я дам ссылочку. Друзья, вы видите, вот на странице стоит написано регистрация, да, вы видите, нажмите на слово регистрация, перейдите по этой ссылочке, это такая ссылка, и вы перейдете на сайт IOP, вот так называется наша компания, это инструменты. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно заполнить без переводчика, с маленьким, с маленькой буквы, все на английском языке. Вот у вас сверху будет написан логин спонсора, дальше вы пишете ваше имя, ваша фамилия, придумываете себе логин и запоминаете обязательно. Здесь вот город, страна, телефон, e-mail ваш, опять же внимательно пишите, и пароль, придумываете пароль, два раза его повторяете и все это запоминаете. Дальше друзья заполняете вот эти циферки, эту капчу и следующее, следующее чуть ниже вы увидите вот здесь надо принять условия, то есть согласиться, да, и нажимаете на кнопочку, что согласен с условиями. Для того, чтобы оплатить, стать партнером и пройти курс, получить у нас еще для вас масса всевозможных бонусов, это курсы по YouTube, да, это курс по созданию блога, как очень быстро создать блог, и дополнительно вам ничего докупать не надо. Для того, чтобы зарегистрироваться и стать партнером, нужно нажать на паэр, но если у вас по какой-то причине сейчас нет денег, надо этот кошелек пополнить и так далее, вы просто пройдите регистрацию, чтобы вы не потерялись, хорошо? Просто пройдите регистрацию, запомните обязательно ваш логин, чтобы могли потом войти второй раз и оплатить, запомните ваш пароль и на связь с вами выйдет тот человек, который вас пригласил в этот зал. Если есть какие-то вопросы, пишите, если есть какие-то вопросы, если вопросов нет, становитесь нашими партнерами и мы завтра встречаемся с вами в 15 часов московского времени, вот здесь в этом зале в 15 часов московского времени на первом занятии курса по созданию новогодних музыкальных вирусных открыток. Так, вижу тишина, вопросов нету. Хорошо, друзья, тогда я вам желаю, чтобы вы очень легко делали бизнес в интернет. и в этом вам помогут как раз такие вот музыкальные красивейшие вирусные открытки. Вот так один чих и уже заболели вокруг люди вирусом, но вирусом хорошим, вирусом настроения, праздника и позитива. Все, всем пока-пока и до встречи завтра в 15 часов московского времени. завтра внима липы и до сколько-то -iral ML и до фт нету, и до совсем вируси pol